В настоящее время идет планомерная работа по передаче Чувашской энергозаподовой компании от МУПУКа в ЖКХ и ООО «Новык документации», связанные с управлением и эксплуатацией восьми многоквартирных домов на Учебоксарске, жители которых приняли решение о переходе в Новый Улукан на собраниях собственников. В свою очередь, руководство компании в лице исполнительного директора Александра Гончарова на прошедшей на днях пресс-конференции подчеркнуло, что оценив положительный опыт в этой сфере нашей республики и других регионов, компания готова взять на себя ответственность за управление жилым фондом. А четкая стратегия поможет профессионально обеспечить достойными условиями собственников тех домов, которые верили им в заботу о своем жилье. Новый Учебоксарск для нас город знаковый. Почему? Ну, здесь находится Чебоксарская ГЭС. Здесь тысячи, десятки тысяч людей связаны своей судьбой с Чебоксарской ГЭС, с объектом Росгидро. Это жители города. Здесь у нас находится филиал энергосбытовой компании. Который работает на город Новый Учебоксарск, на Марпасадский район, на часть Чебоксарского района. Здесь же у нас расположен объект, центр энергоэффективности. Это один из пилотных проектов, который реализуется в рамках общей стратегии Росгидро. Это внедрение энергосберегающих технологий. С помощью современных энергосберегающих технологий, автоматизации систем учета, компания планирует добиться значимого сокращения потребления электроэнергии. При этом разница в сумме будет направлена на общие домовые нужды. В целом же для бесперебойной работы в УАО Чувашская энергосбытовая компания создана организационная структура. Для решения оперативных задач привлечена команда квалифицированных специалистов. Помимо этого заключены все необходимые договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также по санитарному, техническому и аварийному обслуживанию домов. Сами собственники должны управлять своими деньгами. Наша задача такая, чтобы обязательно был лицевой счет, на который будут поступать все средства за содержание, за ремонт. И в том же лицевом счете будут и расходы, куда они тратятся. А куда тратятся только совместно и именно Советы председателя дома, согласования. Вот как раз это будет та, о том, что Александр Николаевич говорил, что это вся открытость. Среди многоквартирных домов, выбравших Чувашскую энергосбытовую компанию в качестве управляющей, дом 4 по бульвару гидростроителей, номер 8 по Жене Крутовой, 3 и 5 по улице Парковой. Причем все они через суд отстаивали право самим выбирать управляющую компанию. Представитель Совета многоквартирного дома, руководитель общественной организации по защите прав жильцов Светланы Викторовны Соловьевы признается, не верим своему счастью. Сегодня по 17-й квартире уже акт составляется по нашей квартире. А заявочка когда была подана? Вчера. Нет, сегодня утром. Сегодня утром подали, значит сегодня уже работают в этой квартире, к примеру. Если нужны справки, с 1 декабря выдаются справочки. С председателем Совета дома тесно работают, вызывают. Мы откликаемся, тут же идем. Любые помощи с нашей стороны будут. Так что мы считаем, что мы на верном пути. Кроме Новочебоксарска, Чувашская энергосбодовая компания предполагает развивать деятельность по оказанию услуг в качестве управляющей компании и в других городах и районах республики. Стоит отметить, что сегодня желание заключить договор с данной организацией изъявили еще несколько многоквартирных домов Новочебоксарска. Офис управляющей компании располагается на базе Новочебоксарского филиала ЧСК по адресу улица Винокурово, 21А. Телефон для справок 73 87 60.